СВОЯ ПРАВДА Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Он выступает против запреста. Здравствуйте, Николай. Добрый день. И Эрнест Макаренко, глава московского муниципального округа Новопеределкино, который поддерживает запрет на вейпы и кальяны в общественных местах. Прежде чем мы начнем беседу... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Прежде чем начнем беседу, я скажу, что у нас есть наш телеграм-канал, ну, соответственно, он в телеграме. Радио «Говорит Москва», туда можете заходить и принимать участие в голосовании. Вопрос для голосования поставлен так. Минздрав полностью запретит вейпы и кальяны в ресторанах, кафе и других общественных местах. Вы поддерживаете это предложение или нет? И, соответственно, вы можете проголосовать, поддерживаете или не поддерживаете. В конце программы результаты я назову, и также мы проведем эфирное голосование по специальным номерам, но это уже будет позже. Ну, давайте, Эрнест, с вас начнем. Вы выступаете за запрет кальянов, за запрет вейпов. Почему? Потому что это первый шаг к курению настоящих и наркотиков. И, во-первых, начнем с того, что культура пришла не из России. Началась она, наверное, с кальянов и с трубок, а это курение одурманивающих смесей. Сейчас запрещены во многих общественных местах обычные сигареты. Та, простите за, может быть, жаргонное слово «мафия», которая производила всевозможные средства курения, переходит теперь на то, что пропагандируется якобы безвредное для здоровья. Во-первых, вред, вернее, безвредность – это очень сомнительно. Многие медики говорят об обратном. Многие сами курильщики, которых я знаю лично, сами признают, что проблемы с горлом, проблемы с дыханием… Это когда они курят что? Когда они курят вейп, обычный, или кальян. То есть я удивился, что люди сами признают. Я увидел, особенно молодежь рассказывает по сверстникам, начали с вейпа, перешли в итоге на обычные сигареты. Многие курят запрещенные ядовитые курительные смеси, практически наркотические по содержанию. Тут-то мы не говорим, что кто-то курит ядовитые наркотические смеси в ресторанах, правильно? Ну, возможно, не курят. Да, потом дело в том, что это создание образа якобы безвредности формирует безнаказанность самого вот этого парения, и у человека появляется физическая привычка. Это технология элементарная, известная во всём мире, манипулирование сознанием. Когда человеку на бессознательном уровне, особенно с детства, с юности, предлагается это как безвредное. У него уже привычка парить, привычка, простите, сосать какой-то мундштук, и это уже не победить. Все, кто знаком с элементарной психологией, психикой человека, говорят о том, что те привычки, которые бессознательно приобретены в детстве, такие вредные, их искоренить практически невозможно и крайне тяжело. Я вас понял. Николай, пожалуйста. На самом деле ситуация заключается в том, что я не могу сказать, что я полностью против запрета на парение в общественных местах. Я частично против этого, скажем так. Потому что, на самом деле, я столкнулся с тем, что я начал парить, как бы, да, после того, как начал курить. А курить я начал после того, как я начал курить кальян. То есть я прошёл все круги ада, собственно, да, и к парению я пришёл, как раз пытаясь бросить курить. И то, о чём вы сейчас говорили, проблемы с горлом, в том числе в связи с парением, я с этим тоже столкнулся, и об этом я, если у нас сейчас будет время, тоже расскажу. Но это как бы отдельная тема немножко для разговора. Собственно, что касается вейпа. Вейп – это такая вещь, которую, в принципе, нужно регулировать. Но нужно регулировать не тем методом, как я считаю, да, которым пытается регулировать наше правительство. А каким? Суть в том, что вейп очень динамично развивался вообще. Вейпинг очень динамично, и культура вейпинга развивалась на протяжении полутора-двух лет просто нереальными какими-то шагами, и она развивалась и саморегулировалась. То есть, да, это был немножко варварский, скажем так, рынок. Как бы, да, варварский рынок с точки зрения чего? С точки зрения того, что, да, были подделки жидкостей, и они есть и сейчас, которые действительно могут нанести серьёзный вред вашему здоровью, потому что вы не знаете, что вы употребляете. То есть, например, есть какая-то хорошая, качественная американская жидкость, например, как бы, да, она стоит достаточно серьёзных денег, китайцы её подделывают, и человек, который в России её покупает, например, он либо не знает, что он покупает подделку, либо, ну, это, грубо говоря, действительно школьник. Так может быть, тогда и запретить в ресторанах и кафе, мало ли что они там покупают, может быть, подделку покупают, люди травятся, ужас. Не совсем так. Возвращаясь к теме, собственно, кафе и ресторанах, если вы придёте с вейпом в обычное кафе и попробуете попарить, к вам тут же подойдут и скажут, что, ну, молодой человек так делать не стоит. Почему? Ну, если вы придёте в приличное место, как бы, да, ну, потому что, ну, не знаю, негласное правило, просто скажем так. Если вы придёте там в какой-нибудь там бар, ну, не знаю, может быть, конечно, до вас и к вам не придут, не скажут таких вещей. Но в то же время есть кальянные, это специализированные места, скажем так, да, в которых собираются любители этого всего, точно так же, как и вейп-бары. Собственно, точно такое же место, как бы, да, но для любителей именно вейпинга. Есть, например, сигарный клуб. Сигарные клубы существуют уже достаточно давно, там, ну, уже на протяжении, там, не одной сотни лет, как бы, да, это культура определённая, люди там собираются, собираются люди определённого класса, опять же, да, им это нравится, они получают удовольствие непосредственно от общения. То же самое и здесь. Поэтому моя позиция такова. Я за введение запрета на парение в общественных местах, то есть, там, в аэропорту, в помещении. То есть, вот эта вот поговорка, про которую все постоянно шутят, парю где хочу, законно не запрещено, да, это действительно ужасная поговорка. И многие, ну, молодые люди, в первую очередь, наверное, молодые люди, безбашенные какие-то такие люди, да, ну, вот идёт толпа людей, да, человек идёт, достаёт вейп, начинает парить, вокруг в него облако пара, но это отвратительно. Это говорю я, как человек, который, собственно, сам... Хорошо, я понял вашу позицию. Эрнест, а вот что плохого в кальянах, вот таких клубах кальянных, да, или, как они называются, вейпинговые? Нет, вейп-бар. Вейп-бары, вот. Что плохого? Люди собираются, им это нравится. Если там, например, вход 18+, можно же по закону? Во-первых, что плохого, если есть закрытые клубы, ну, условно, предположим, где употребляют наркотические вещества? Наркотики запрещены законом. Да, просто сейчас такой идёт накат информационный, что вейпы безвредные, якобы безвредные, да, закон просто до этого ещё не дошёл. Я разговаривал с очень многими учителями у себя в районе, люди и родители, и люди буквально, сотрудники школ буквально плачут, они прекрасно понимают этот вред, осознают его часто даже физически, родители видят по своим детям перемены, а говорят, мы запретить не можем, в школе, пожалуйста, курение не запрещено вейпа, это нигде не запрещено. Вы хотите сказать, в школе курят, ходят вейп? В школах не запрещено курение вейпа, потому что это не является курением чего-то ядовитого до сих пор. И, простите, где элементарная логика? Там происходит горение различных смол синтетических, да, организм это потребляет, потребляет во время гипервентиляции лёгких, что само по себе не полезно, и употребление каких-то химических веществ или разложений этих химических веществ, которым насытивается организм. Уже сейчас, например, серьёзные отоларингологи моих знакомых курильщиков отговаривали перейти на вейпы или электронные сигареты, потому что, например, электронные сигареты, по мнению отоларингологов, хоть это официально нигде не пропагандируется, очень сильно влияют на слух. И об этом серьёзно говорят, к сожалению, достаточно в узких кругах. Вот мне несколько курильщиков так сообщили, что, когда не советовались, им категорически отказали. И есть данные медицины, которые, видимо, просто скрываются или не дают денег на серьёзные исследования. Нас сейчас будут уверять, что это очередная такая сатанинская затея, что она совершенно безвредна. Нет, Эрнесс, подождите, вопрос такой. Смотрите, мы даже исходим из того, что это вредно, но при этом это, вероятно, не наркотик. Во всяком случае, не внесено это в реестр наркотических средств. То есть, давайте скажем, например, вейп, он также, к примеру, мы предполагаем, также вреден, как и обычные сигареты. У нас же могут люди где-то курить сигареты, а не курят эти сигареты. Почему люди не могут собраться и курить вейп? Я считаю, что тогда это каким-то образом должно быть регламентировано законом так, чтобы это нигде не популяризировалось. Не популяризировалось. А сейчас-то разве популяризируется? Да, сейчас это навязывается демонстративно всей массовой культурой. Ещё раз повторюсь, для молодёжи, особенно для детей, для подростков, это хотите вы или не хотите, это объективная данность, это вкладывается как подсознательная привычка. Но неужели запрет на курение вейпов и кальянов в ресторанах и кафе воздействует так сильно на молодёжь? То есть, молодёжь вдруг перестанет курить, потому что не будет курить в кальянов? Это только полумера. Это только полумера. Должна быть запрещена всяческая пропаганда и реклама этого везде. Но что касается того же ресторана, я несколько раз разговаривал, кстати, сегодня, увидев моё сообщение в интернете, позвонил мне один человек, пока ехал сюда в машине, и говорит, я, говорит, понимаю сам, как курильщик, я курю. Я понимаю, что это вредно. Я сам химик, я понимаю, какой это вред для организма приносит. И курение, и курение вейпа. Я никогда не буду курить вейп, потому что я, говорит, понимаю, что это более ядовито, чем сигарета. Но мне... А исследования-то у него есть? Сейчас, сейчас, секундочку. Он говорит, мне, как человеку, стыдно курить перед людьми не потому, что запрещено. Я курю всегда где-нибудь не перед людьми. А этим разрешается курить везде. Это уже, как-то, говорит, просто абсурдно получается. Спасибо большое, Эрнесто. Николай, вот даже прощала такой тезис, что вейп хуже сигарет. А есть какие-то исследования или данные хотя бы на этот счёт? По-моему, уже их нет. Ключевой момент заключается в том, что вейп – это не что-то одно. Вейп – это устройство непосредственно. А что вы заливаете уже вейп, то есть непосредственная жидкость, она абсолютно разная. То есть есть примерный, грубый принцип построения этой жидкости. Это пропиленгликоль, глицерин, никотин. Далее добавляются вкусовые добавки по вкусу. Химические. Химические, конечно. Вкусовые добавки, если не ошибаюсь, в большинстве случаев используются пищевые. Но, опять же, у человека может быть индивидуальная непереносимость какой-то определённой пищевой добавки. Я это испытал на себе. Причём я это испытал на себе. Парень не какую-то дешёвую жидкость за 100 рублей, скажем так, а хорошую, качественную американскую жидкость. Ну, просто так получилось. То есть я действительно просто отравился. Но после этого я действительно понимаю, что я отравился не потому, что вейп вообще в общем и целом плохой, а просто эту жидкость я её индивидуально не переношу. Основная проблема – это некачественный никотин. Если никотин некачественный, то у человека сразу же начинает болеть голова. Это чувствуется, то есть, ну, давление в голове, мне кажется, повышается. Просто когда работоспособность резко снижается, опять же, это не проблема вейпа. Это в целом, да, это проблема того, что есть низкокачественные. Про вейпы понятно. С кальянами что? У нас же даже сейчас вот то, что в ресторанах дают там и в кафе, это же не в классическом понимании кальяны, потому что обычно там теперь не табак, а некие глицериновые как раз вот смеси. А это ещё более дают. Ну, на самом деле, мне кажется, в 50-70% случаев приносят обычный самый кальян. Ну, потому что приступают закон. Ну, приступают закон, да, фактически. И, опять же, что кальян, что вейп, это явление хайповое, скажем так, да, то есть, модное. В какой-то момент было очень модно курить кальян, все курили везде кальян. Я сам брал с собой, у меня в машине всегда лежал кальян, я приезжал там на болотную площадь, на смотроводную площадь. Вы открывали багажник, садились, да? Открывал багажник, садился, это было прекрасно. Вы один из этих людей, мне всегда было интересно, кто это. Это вот романтика такая, да, понимаете, особая была. Но, опять же, в какой-то момент я испытал негативное воздействие кальяна. Как это было, мы сидели в офисе, очень много там вот курили именно кальяна, вот. И в какой-то момент я понял, что действительно, ну, просто плохо становится. Но, опять же, не потому, что вот кальян в целом это прям очень плохо, а потому что я переупотребил, злоупотребил и злоупотребил количеством именно кальяна. Соответственно, кальян сейчас, как мне кажется, да, это не такое модное явление, как вейп. И вейп, в общем и целом, уже очень сильно идет на спад. Почему я об этом говорю? Потому что можно сказать, что я участник рынка вейпа. Потому что у меня был, ну, не то чтобы интернет-магазин, как бы, да, вейпа. На базе нашего интернет-магазина у нас была дополнительная площадка, где мы изучали, тестировали, пробовали, скажем так, что-то продавать. И вот то, о чем вы, собственно, говорили, проблема школьников. Это действительно самая страшная проблема, которая есть сейчас. Ну, раньше школьники курили сигареты обычные. Ну, понимаете, в чем дело? То есть, как бы, за продажу несовершеннолетним сигарет строго карается. То есть, как бы, кто-то там приходит. А за продажу жидкости нет? А за продажу жидкости как бы да, но как бы нет. И участники рынка уже, опять же, сами по себе, вот, ну, сами решают. У нас, например, было строгое правило. Если мы слышим там заказ на доставку, как бы, да, если мы слышим какой-то писклявый голосочек, ну, молодой достаточно, мы сразу же говорим только с паспортом. Если 18 есть, то отдаем. Если нет, ну, как бы, мы не хотели брать на себя вот такую вот ответственность. Я знаю, я этот скандальный случай, когда Пресняков так и не смог купить себе жидкость, да, курить. Эрнест, вот смотрите, раньше же сигареты курили в кафе, в барах, в ресторанах. И я помню это, и я, честно говоря, выступал за запрет этого курения. Почему? Сигареты имеют очень сильный запах, и это действительно чувствуется. Сейчас, когда я сижу в ресторане, в кафе, и другие люди это тоже вот сидят, ходят, они могут заметить, что когда кто-то курит кальян, это не так удушливо. И, в общем-то, ни вейп, ни кальян у меня не вызывает какого-то дискомфорта. У меня у одного так, или действительно сигареты и кальян в этом плане отличаются? Есть люди, которые очень болезненно реагируют на запах любого такого, любой курительной смеси, и физически не могут это переносить. Но если мы с вами реагируем на это, может быть, менее болезненно, это не говорит о том, что само содержимое, которое там горит, менее болезненно. Потому что та химия, которая там есть, тот же кальян там с яблочком, там ещё с чем-то, мы же не яблоко курим. Мы курим химические добавки, которые разлагаются на явно не очень полезные для организма вещества и накапливаются в организме. То есть, на ваш взгляд, когда ты приходишь куда-то в кафе с детьми, сидишь, там что-то ешь, пьёшь, и в этот момент кто-то курит кальян, вред такой же примерно, как если бы кто-то сидел рядом сигарету. Да, да. Более того, обратите внимание, когда вы курите сигарету, просто физиология такая, что табак, никотин, содержащийся в табаке, насытив курильщика, у него на некоторое время прекращается тяга курения. Он покурил, он удовлетворил себя, у него такая пауза до следующей сигареты, да. Кальян и вейп не имеют такой физиологической особенности. Вы можете курить это бесконечно, в мозгу нет этого какого-то такого влияния рефлективного на насыщение, но курились, пока подожду, да, а потом потянуло через час, через два. Это вы можете курить бесконечно и бесконечно насыщать организм этой химией. Ведь это химия, понимаете, это... Я убеждён, что это, во-первых, простите, геноцид народа, потому что во многих странах уже серьёзные люди запрещают кальяны и запрещают вейпы. И медицина об этом всё громче и громче говорит, несмотря на засилие этой всякой курительной мафии, которая всё это производит. Но это такое лукавое навязывание через культуру, через подсознательное, и практически все следующий шаг делают курение обычной сигареты или ядовитой курительной смеси. Я понял. Николай, тот же самый вопрос к вам. Вот когда люди, я сижу в кафе, они курят рядом со мной вейп или кальян, это то же самое, что если бы они сигарету рядом курили? Это именно то, о чём я говорю. Я за введение запрета на вот такое вот курение. Потому что если я захожу в кафе с ребёнком, у меня есть ребёнок, да, и я вижу, что кто-то курит, там, допустим, кальян, самораспространённо, конечно же, это кальян, то я стараюсь подсесть куда-нибудь подальше. Потому что я сам, как бы, сталкивался с проблемой с кальяном, как бы, да, то есть, ну, этот запах, как бы, да, сейчас я не переношу кальян, ну, просто, вот, не знаю, физически. Мне не нравится этот запах. И я постоянно сталкиваюсь с проблемой вейпа, потому что у нас достаточно маленького размера офис, и у нас некоторые сотрудники парят в офисе. Сначала я сам парил, как бы, да, и я доставлял явное неудобство некоторым людям, которые не парят, как бы, да, а теперь, когда особенно парят какую-то низкокачественную жидкость, во-первых, это, ну, просто аромат, он не очень приятный, потому что ты вдыхаешь, может быть, там, ромашки-ландыши, грубо говоря, да, выдыхаешь, там, чёрт знает что уже. Вот. И плюс ко всему, что касается вейпа непосредственно, основная его проблема, скажем так, да, это болезни. Если у вас какая-то бронхиальная болезнь, например, есть, да, то вы вместе с этим паром, когда выдыхаете все эти бациллы-микробы. И, то есть, как бы, ну, я человек, который должен, там, топить за вейп, как бы, да, я об этом действительно говорю, потому что... Вы же выдыхаете их и без вейпа, если у вас бронхиальная астма какая-то. Да, но они не рассеиваются так активно, скажем так. Потому что... Я понял, Николай. Эрнест, а на ваш взгляд, может быть, тогда не просто в барах, ресторанах запретить вейпы, а вообще их запретить? И кальяны? Ну, просто тотальный запрет на кальяны, на вейпы. Я считаю, что должна быть запрещена сама эта культура, то есть пропаганда всего этого. Ну, это я уже понял. Да, если будет доказано, что эти смеси являются какими-то наркотическими, я за этот полный запрет. Ведь, понимаете, сегодня не доказано... Так а что доказывать? Никотин – это наркотик, это абсолютный факт? Ну, вот я лично поддерживаю полный запрет. Лично я. Так сигареты – это наркотики. Вот, посмотрите, там более-менее изучено с негатином, да, с этими смесями и влиянием их на психику. До сих пор полноценных исследований, по крайней мере, широко опубликованных, нет. Люди курят кальян часами или парят эти вейпы часами, потом могут сесть за руль, и мы не знаем, как повлияло это на его реакцию психическую во время движения. Вы когда-нибудь пробовали? Я задам личный вопрос, если не хотите, можете не отвечать. Пробовали вейп, кальян? Вейп нет, кальян пробовал. Что-то изменилось в вашем сознании? Вы знаете, я почувствовал, что этот напиток, мягко говоря, одурманивающий. Не напиток только. Простите, не напиток, да, одурманивающий. И я сразу почувствовал очень большой дискомфорт в гортане. В гортане. И, ну, серьёзная медицина говорит, что это приводит к заболеваниям и к астме, и ко многому другому. Так зачем позволять то, что явно отравляет людей? У себя дома, ради бога, курите. Но если без пропаганды, абсолютно без пропаганды, и если это не влияет на окружающих. При детях должно быть запрещено курить. Это очень, понимаете, очень лукавый способ зайти... Что такое кальян, да? Это курение наркотических веществ в своё время было, да, на Востоке. Разных трав. Мы это используем лукаво, якобы, вот какие-то там яблочные и другие табаки. Ну, нельзя курить одурманивающие средства на Востоке. Это ж харам. Ну, знаете, я не буду сейчас браться за них. Пришло это оттуда. Это чужая культура, которая именно одурманивания. Давайте мы будем всё-таки... А пиво варили в Древнем Египте. Ну, что теперь это оттуда пришло? Вино к нам пришло. Пельмени, в конце концов, так ещё одурманивают. Воздействие на организм совершенно другое. Другое, но я бы не сказал, что сильно полезное. Коньяки. Насчёт пива я с вами поспорю, насчёт коньяка тоже. Что, не одурманивает, что ли? Пиво в умеренных дозах... В умеренных. А его реклама тоже запрещена. Кстати, разрешили уже во время, видимо, чемпионата мира. Ну, это безобразие, это опять денежный вопрос. А сейчас разрешили рекламу без алкоголя? Это не алкогольного пива, а это фактически реклама того же обычного алкогольного пива. То есть, такое лукавство везде происходит. По поводу денежного вопроса. Вот рестораны могут потерять треть выручки из-за запрета вейпов и кальян. Ну, то же самое говорили, когда запретили, там, и кальянов всё время запрещали, да? Там вот некоторые... Сигареты запрещены. Что упала сильная выручка? Вообще упала. Вообще они разорились все. Ну, они не разорились, но упала выручка. Ну, разорились. Очень сильно упала выручка. Николай. Ну, что ж поделать? Для здоровья нации, я считаю, можно этого потерпеть. Ну, тогда надо сухой закон, тогда надо вообще запретить сигареты. Тогда надо всё запретить, потому что для здоровья нации. Что мы лукавим? Одной рукой мы спаиваем людей, другой рукой мы что-то пытаемся запретить. Ну, некрасиво. Я могу согласиться, что сигареты можно запрещать. И я просто даже вот как председатель по должности, по своей председатель призывной комиссии, я вижу, какая молодёжь приходит на призыв, и с некоторыми из них я разговариваю. Я ради интереса задавал вопросы один на один ребятам, которые сами там рвутся в армию, достаточно здоровые ребята. А на некоторых смотришь, как вообще он ходит. В чём душа держится, да? Он парит, потому что... Да потому что он ведёт, мягко говоря, нездоровый образ жизни, и кальян курят из них все. Вот ради интереса задал несколько людей вопрос. Вот они все курят, больные. До новостей хочу, чтобы Николай успел сказать. 30 секунд, Николай, вот по тезисам, которые сказал Эрнест. Собственно, в первую очередь нужно разделить категорически кальян и вейп, потому что вейп может быть без никотина. Есть, ну, вообще, как бы культура вейпа, я всё-таки считаю её достаточно красивой. Есть такая культура, как клаудчейзинг. Клаудчейзинг – это вдыхание огромного количества клубов пара, различными фигурами, облаками, кольцами. Я видел этих людей, они гордятся, видимо, собой. Да, да, да. Ну, в принципе, это, наверное, красиво. Ну, в цирке пусть гордятся. Красиво и модно. В цирке. Но если делать это с жидкостью, содержащей никотин, это просто невозможно. Ну, как бы голова взорвётся, как бы, да, перенасыщение никотином. И то, о чём вы говорили, то, что нет стоп-фактора какого-то. Есть. Если очень много употреблять никотина, то всё равно организм скажет, что, как бы, всё, и да. И до свидания. Сейчас, значит, новости. После этого вернёмся, и уже можно будет задавать вопросы в прямом эфире нашим гостям. Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Семнадцать тридцать пять в Москве. Радиостанция «Говорит Москва» Делан 4.8. Студия Алексей Гудошников. Ещё раз всем здравствуйте. И сегодня мы обсуждаем намерение Минздрава полностью запретить вейпы и кальяны в ресторанах, кафе и других общественных местах. У нас в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» идёт голосование. Вы за запрет вейпов и кальянов или вы против? Пока лидирует у нас здесь позиция «За запрет», но вы можете принять участие в голосовании и в конце программы. Мы подведём итоги. Это наш телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Кстати, подписывайтесь. А в эфире сегодня со мной Николай Николаев, представитель вейп-движения, и Эрнест Макаренко, глава Московского муниципального округа Новопеределкино. Много что мы успели обсудить, но после новостей вот так традиционно решено брать звонки и вопросы от слушателей. 7373948, телефон прямого эфира, можете уже набирать. Плюс 79254894, это смс-сообщение. И в телеграм «Говорит Москва Бот», это специально для сообщений в эфир наш Бот. Можете тоже писать. Как вас зовут, Элё, здравствуйте. Да, Лёш, приветствую вас и ваших гостей. Меня зовут Оскер. Да. Вот, если позволите, две ремарочки такие короткие и вопросы к вашему гостю, одному из гостей. Дело в том, что вот у меня с детьми, допустим, это по поводу школы и вейпов, вот этих, тех самых. Да, да, да. У меня с детьми очень довелись от душения, так в школе давным-давно уже вейпы эти курят. Старшеклассники, кроме того, младшие, которые не могут достать, потому что, ну, по возрасту им не продадут это, они у соседников в три, в четыре дорого покупают вот эти вещи. Потом, далее, кроме того, взять, если даже вот эти так называемые кальянные, если вы, во-первых, вам предложат что угодно, в любую смысл. Если вы особый гость, вам предложат даже что-то и особое. Это не секрет, это сто процентов так. И что-то можно написать там целые диссертации по защите вот этих вейпов и так далее. Точно. Что входит в человека, то непременно там остается. Теперь вопрос к одному из наших гостей. Вот к тому, который защищает вот эти вещи. Николаю, да. Да, Николаю. Да, слушаю. Возьмет ли Николай на себя ответственность, если выяснится в скором времени по каким-то исследованиям и так далее, вред, который наносится, да, вот этими вейпами и кальянами. Возьмет ли он на себя ответственность за причиненный ущерб и, возможно, даже необратимый. Понятно. Спасибо большое. Николай. Ну, если вы меня слушали, соответственно, да, то должны были услышать, что я как раз против того, чтобы школьники приобщались к культуре вейпинга, кальянов и вообще чего-либо. Но они, черт побери, приобщаются. Да, к сожалению, это происходит, опять же, из-за недобросовестных продавцов. Соответственно, если вдруг выяснится, что действительно вейпинг – это прям зло, катастрофическое, да, там, кальяна – это прям вообще вот прям вот полная смерть. Хотя, на самом деле, там уже 200, там, 300, 400, там, сколько-то лет, ну, люди курят кальяны. Табак давно вообще курят. Да, вроде как живы. То, соответственно, ответственность… Вообще мертвы. Все мы будем мертвы, да. Да, то, соответственно, вот если школьники и люди до 18 лет будут употреблять эти вещи, то ответственность, соответственно, будет на плечах тех людей, которые им это продают. Я к таким людям не отношусь, несмотря на то, что, как бы, там был период, опять же, когда мы занимались продажей вейп-девайсов. Мы вот буквально там неделю назад, по-моему, распродали остатки склада, как бы все закрыли тему, потому что не… Вышли из бизнеса. Вышли из бизнеса, скажем так, да, потому что это просто стало невыгодно, потому что, ну… Потому что появились спиннеры, я понял. Да, спиннеры мы тоже продавали. Да, и вы, господи, вы всем-то, вы торгуете злом? Ну, да. Торгуете смертью. И я понял, Николай. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олю? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Илья. Да, Илья. Москва, 30 лет. Да. Хотел по поводу вейпинга поделиться собственным опытом. Угу. Мне, в общем, поначалу эту штуку тоже очень понравилась. Я прям с ней так развлекался, парил во все. Угу. Но что я заметил? Во-первых, штука эта все-таки, она абсолютно химическая. Там нет ничего такого живого, да, ничего из этого не растет. Там основной состав это пропиленгликоль, то есть, чего, по-моему, антифриз из него же делают, только он тут почище. Ну, так и что? И второе мое наблюдение, у меня есть... Вы курите, что ли, сейчас, или что? Не-не-не. Почему? Ну, я не вказал, снова. Не-не-не. Вот. Ну, смысл в том, у меня есть болячка хроническая, там, кожная, псориаз. Вот. И у меня вот от этого вейпинга, она начала просто разрастаться вообще страшно. Вот стоило мне с ним прекратить, все прям вернулось, вот, прям отлично. Вот для меня мой организм, это лучший индикатор. Угу. Поэтому это все-таки зло, и шкалоту надо гонять. Это, конечно, не делай. Шкалоту. Я вижу, как они бегают. Шкалоту, я помню. Спасибо. А вот, говорят, шкалоту. Может, не только шкалоту, но шкалота, по крайней мере, пока детей рожать не собирается. А вот есть 30-летние мужчины, женщины, да, там, ближе к 30-ти, им вроде как детей рожают. Да, пожалуйста, Николай. Да, можно я в первую очередь добавлю по поводу псориаза и вот этого вот всего. Как я и говорил, у меня у самого было очень серьезное отравление, то есть, ну, прям вот я отравился, температура поднялась, меня тошнило, и вот это вот все. Я считаю, что это индивидуально непереносимость каких-то определенных компонентов. Во-первых, мы не знаем, что вот молодой человек там парил, как бы, да, какую жидкость, качественную, некачественную, оригинал или подделку. Ну, потому что просто в какой-то момент, опять же, так как мы, можно сказать, были участниками этого рынка, как бы, да, у нас волосы дыбом вставали от того, что нам предлагают вообще продавать. Ну, действительно, то есть, там, не то, что в подвале просто вот так вот разлили как-то, ну, непонятно, как бы, какого качества вот этот пропиленгликоль, какого качества там глицерин, какого качества никотин. И что самое главное, с никотином, например, да, никотин, он может быть, там, высококачественный какой-то там немецкий, но у него срок годности есть. То есть, помимо того, что у него есть срогодность, его можно поставить, например, на свет, на солнечный, и он испортится буквально за 2-3 недели, грубо говоря. И, соответственно, это всё индивидуально достаточно. Мне нравится вот эта тезис, которая прозвучала от слушателей по поводу «нет ничего натурального», ну, опий вполне себе натуральный, ну и что теперь? Не всегда, если это что-то ненатуральное, это хуже, чем натуральное. А вы хотите как-то прокомментировать, Эрнест, звонок? Ну, во-первых, я, конечно, согласен, что это вредно, он правильно подтвердил, но что касается химии, понимаете, какая бы там ни декларировалась чистая химия, присутствующая в этих веществах, мы продукты-то не всегда можем проверить, что там есть, нет ли там химических составляющих, да? Ну, судя по тем помидорам, которые продаются в наших магазинах, там нет ничего натурального тоже. Да. Но, понимаете, когда здесь задача у производителей, которые раньше продавали табак, а теперь им нужно найти замену, они находят замену, находят дешёвую замену в сырье, продают это задорого, именовать можно как угодно. На маркетинг тут работает очень хитро, и на психику людей научились влиять, чтобы продать любую гадость. И удивительно, что люди на это ведутся, да, и сознательно курят то, что они не знают ещё, что там есть. А вот Александр пишет. Курят ядовитое, которое разлагается в организме. Вот, Александр пишет про ядовитое. Значит, парил, правильно, или парил? Парил, наверное, парил. Ну, как бы что-то. Вейп в течение трёх месяцев постоянно, снижая концентрацию никотина в жидкости, через три месяца перешёл на нулевую жидкость, ещё через две недели бросил курить полностью, до этого курил 17 лет, не курил уже 3,5 года. — Слава богу, что у него это получилось. Я разговаривал с несколькими курильщиками, которые пытались отказаться, ни у кого через вот такие заменители синтетические не получилось. И они их проклинают, потому что опять заметили некоторые проблемы там с гортанью, со здоровьем и так далее. Давайте не будем лукавить, давайте не будем поддаваться вот этому такому психозу, а запрет правильный, что в общественных местах не курить. Должен быть запрет на рекламу и должны быть государственные, независимые от, простите, вот этой курительной мафии исследования, которые покажут реальное воздействие на организм. Если сегодня я разговариваю с доктором, он говорит, у меня нет таких общегосударственных исследований, да, но я понимаю, говорит, те вещества, которые там существуют и которые разлагаются при нагревании и попадают в организм, эти вещества как минимум влияют на репродуктивную функцию мужчин и женщин. А вот вещества, которые у нас из автомобилей летят, мы стоим в пробках, дышать нечем, город весь перерыт, что не влияет на репродуктивную функцию, конечно. А здесь-то вы это себя сознательно во время гипервентиляции усиленно часами всасываете. Так я видел людей, которые бегают вдоль дороги в Москве, и они якобы занимаются спортом, ездят на велосипедах, гипервентиляция лёгких, пожалуйста, и абсолютно ужасный воздух. Ну, мы что, будем на основе этого поддерживать вейпы? Нет. Мы сейчас говорим о запрете реального зла, которое, я повторюсь, что здесь одно из значений, это не только отравление организма, одно из значений, это первичная форма засасывания в любые курения, в любые курительные смеси. Есть масса, есть и побочных эффектов. Мне вот сегодня руководитель Стопнаркотик Сергей Полозов рассказал о том, что у них огромное количество фактов, которые им присылают и с которыми они сталкиваются во время борьбы с наркотическими всякими смесями, когда люди далёкие от этого, живущие здоровой жизнью, но считающие себя возможным покурить кальян или покурить вейп. Многим просто из шутки или из различных хулиганских побуждений, или просто попробуй, тут же ничего такого страшного нет, вкладывали в эти смеси наркотические и синтетические курительные смеси. Мне привели кучу примеров про одного парня совсем недавно, у которого сразу после первой же затяжки наступил эпилептический припадок, у нормального спортсмена, всё, и он больше двух месяцев провалялся просто в коме. Это вот такой воздействий на организм. Знаете ли, так и в сигарету могли бы ещё что-нибудь добавить? Есть такие друзья у людей. Ну, в сигарету так просто не добавишь, согласитесь. Подлить яды в вейп. А вот с вейпом и с кальяном это... Вымочить сигарету в цианиде, после этого засушить и просушить. Ну, давайте не будем лукавить, я ещё раз это повторю, что кальяны... Что же за друзья у него такие, что они ему добавляют наркотики куда-то? Таких фактов очень много. Ну, это не друзья. А кальяны – это всё-таки вещь, которая ведёт чисто к одурманиванию. И ещё бесконтрольному. Даже вот Николай признал, что у никотина есть воздействие на организм, которое как бы стопорит дальнейшее его перенасыщение. А у вейпа и кальяна нет этого механизма. Я прошу прощения, я, собственно, сказал, что у вейпа это есть. Потому что там содержится никотин, и если очень долго парить, то просто физически невозможно продолжать это делать. Нет желания. Потому что ты уже начинаешь... Я сталкивался с совершенно другими мнениями. Ну, хорошо. Да, давайте. Хорошо. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Да. Очень интересная передача. Я проработал в 17 лет в химической аналитической лаборатории научно-исследовательского института в центре Москвы. У нас вдыхание... А я много чего вдыхал из ароматических углеводородов и прочих веществ. Это считалось профессиональной вредностью. У нас был укороченный рабочий день, и даже выдавали молоко. А в дополнение к тому, что сейчас в Москве не очень хороший воздух, я думаю, люди на себе просто и сделают эксперимент ставят. Я думаю, что если они хотят это сделать, то к годам 40-45, они почувствуют изменение здоровья. Но никого не удалось никогда ни от чего отговорить. Ну, в принципе, они сами наносят ущерб самосдоровью. Понятно. С вами виноваты. Никого ни от чего не отговоришь. Эрнест, зачем вот эти вот все наши потуги? Запреты какие-то. Кто хочет, тот курит. Кто не хочет, тот не курит. Кто хочет, парит. Кто не хочет, не парит. Вы знаете, вот всё-таки поговорю опять про манипуляцию сознанием. То, что нам навязывается эта культура, это прямая манипуляция. А можете примеры навязывания показать? Потому что как навязывается газировка, я вижу. Например, я включаю телевизор, я вижу рекламу. А вейпов я не видел рекламы. Ну, посмотрите, в СМИ, особенно в интернете, это просто очень широко. Согласен. И, понимаете, в чём дело, задача государства защитить людей от любого вредного воздействия. Если они это не понимают, объяснить им. Здесь нельзя идти на поводу у того бизнеса непорядочного, который всё это навязывает. И давайте будем честными. Если это вредно, надо сказать, да, это вредно потому-то и потому-то, и поэтому это запрещается. В общественных местах запрещается реклама, запрещается популяризация. Ну, говорили, а люди как курят сигареты, так и курят. В общественных местах это запрещено. И многие курильщики осознают, да большинство осознают вред этого. Я пришёл в парк Горького, люди ходят, курят сигареты, их даже полиция не останавливает. Ну, это возмутительно. Это возмутительно, и полиция здесь, конечно, должна работать. Я могу и больше всего сказать, и на многих общественных мероприятиях, и на манифестациях. На стадион я прихожу, все курят, стоят, кто хочет. К сожалению, это мне препятствует. Надо везде в таких местах запретить курение. Николай. Я прошу прощения, да, я хотел просто добавить по поводу рекламы. На самом деле, всю рекламу делает радио и телевидение. Обсуждает? Обсуждает, говоря, какое-то зло. Вот мы сейчас рекламируем, мы сейчас просто пропагандируем, потому что... Вы так считаете, я хочу подчеркнуть. Это мое мнение, потому что, собственно, когда мы столкнулись с тем, что увидели, ну, относительно не занятую нишу, вейпинг, как бы здорово, интересно, мне самому стало интересно, давайте займемся бизнесом, продавать, вот это вот все, как бы, да, изучать. Ну, я честно скажу, то есть это у нас была некоммерчески, скажем так, некоммерчески успешная тема, но это был скорее, как бы, эксперимент. Мы пытались пробовать хайповую тему, как бы, да, и на ней как-то что-то зарабатывать. Тема, тема, которая хайпит, вот это я объяснил. Новомодная. Новомодная, да, это новомодная тема. Скандальная. Да. Первое, с чем мы столкнулись, собственно, самый популярный вид рекламы в интернете, это контекстная реклама Google AdWords, Яндекс.Директ, то есть вы вводите какой-то поисковой запрос, и у вас сверху высвечиваются три каких-то предложения. Второе, соответственно, это Яндекс.Маркет. Ни Яндекс.Маркет, ни Яндекс.Директ не позволял размещать рекламу вейпинга, несмотря на то, что никакого закона нет, ничего такого нет, как бы, вот, ну, мы не хотим, как бы, с этим связываться, и все. Следующая площадка, наиболее популярная, собственно, откуда идут школьники, это ВКонтакте. ВКонтакте тоже в какой-то момент были гонения на вейпинг-группы, как бы, да, всех там закрывали, открывали, закрывали, как бы, да, какие-то такие непонятные вещи. Были какие-то такие законы, не было законов. Но мы проследили интересную закономерность. Появились спиннеры, как бы, да, то есть, ну, я заметил спиннеры там чуть раньше, начал там искать их у китайцев в какой-то момент, им их не оказалось, как бы, да. Потом вот-вот-вот пошла-пошла вот эта волна, мы привезли эти спиннеры, и тут по телевизору, по первому, по-моему, каналу показывают, вот, спиннеры зло. И все, все продали. Да? Да. Только как показали, что это зло. Да. И почему, собственно, сейчас вейпинг сходит на нет? Потому что, во-первых, все реже это обсуждается, а во-вторых, собственно, ну, в связи с какими-то регулированиями, да, вот этой всей индустрии, в первую очередь, на самом деле, не российскими даже, а американскими регулированиями, потому что там... Я понял. Эрнест, видите, как получается, вы вот боретесь с вейпингом, а получается, что вы его, наоборот, пропагандируете. Такая логика. Чем чаще вы с ним боретесь, и чем яростнее, тем больше хочется кому-то попробовать этот запретный плод. Нет, я с этим не согласен. А вот как раз Николай сказал по поводу того, что там вот в Америке регулирование, да, обратите внимание, мы все время говорим о том, что вот оттуда такая культура идет, да. Да, ну, понятно, что производители, вообще вот культура этого курения, парения пришла не из России, да, к нам, пришла из соседних стран. Но обратите внимание, в том же США на экспорт могут делать все, что угодно, а для себя, для защиты своего населения и будущего своей страны, и практически репродуктивные возможности своих граждан, да, они, несмотря на то, что это хороший бизнес на курении и на парении, да, они ограничиваются. А если граждане не хотят, вот они упертые, не рожают, и все, им это не надо, они живут для себя, им хочется парить, путешествовать. А это вопрос, опять-таки, массового сознания, которое формируется либо в правильном русле, либо в русле уничтожения населения. Если мы говорим, вот один наш звонивший товарищ упомянул о том, что в состав этой курительной смеси входит то, что входит в состав антифриза, да. Ну, мы все понимаем, что антифриз никто просто так пить по доброй воле не будет, да. А здесь антифриз и более другие гадости только в красивой упаковке, навязав якобы эстетически приятную, модную, современную привычку, продают за гораздо большие деньги. Но здесь есть одна проблема, понимаете, входит в состав, это тоже небольшое лукавство. Вот спирт, например, есть, и спирт может входить в состав какой-то жидкости, которой я отмываю стекло от мошек, ну, на автомобиле. А спирт может также входить в состав коньяка, который в конфеты добавляется, ну, входит в состав. — Разрешите, я тогда немножко не хочется отвлекаться от темы, но только два слова. Эта тема может быть отдельного разговора. — Может быть. — Я скажу, что у нас с вами есть общее незнание о том, что все жидкости, так называемые спиртосодержащие, ядовиты одинаково. — Я скажу, что водка до революции 1917 года никогда не была такой, какой мы видим сегодня, никто не пил ту водку, которая была тогда. — Я больше скажу, мы даже знаем, что такое дистиллят и ректификат. — Так вот, когда появился ректификат, никогда все крепкие напитки, они дистилляты, они самогоны, и у них другое воздействие на организм. — А водка сегодняшняя, водка, разведенная спирт с водой, это химическая реакция, и этот напиток многократно ядовите любого другого алкогольного напитка, и об этом молчат, потому что это выгодно. Это выгодно было государству большевиков всё время зарабатывать деньги, запретив самогоны, прекратив продажу всех напитков подобного из Европы и из России. И это отдельная тема, спиртно содержащая жидкость, и очень ядовитая, очень ядовитая. — Я готов. При этом при большевиках, если посмотреть уровень потребления алкоголя на душу населению в литрах, окажется, что большевики не особо и пили, даже во времена войны, когда были вот эти фронтовые 100, а то и 200 грамм. — 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это Телеграм. Мы обсуждаем запрет вейпов и кальянов в ресторанах и кафе. Ну, возможный запрет Минздрав предложил, а вы говорите. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. — Дмитрий, Москва. — Да. — Хотел уточнить вот по мнению нашего, так сказать, эксперта, который против вейпов. Я с ним полностью согласен. Он очень компетентный, но по терминологии, вот конкретно с точки зрения вот этих вот вреда, вот, например, спирта, я не мог не позвонить, сказав, что как медик это ничуть не губительнее. Это абсолютно чистый продукт. Так же и с точки зрения пропиленгликоля. — Вы что, вы берете с работы медицинский спирт и употребляете его не в тех целях? Вот я вам спрашиваю. — Дело не во мне. Я не беру его. — Не берете. А и смеетесь, главное. Знаем мы вас, врачи. Давайте без этого, давайте мы про спирт не говорим, мы про запрет вейпов. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. — Здравствуйте. Меня зовут Марина. — Да, Марина. — Вы знаете, я поддерживаю того из ваших гостей, который считал, что запретить надо обязательно рекомендуемые и вейпы. Я объясняю. Дело в том, что у государства есть определенная безопасность по причинам общества. Она должна обязательно оградить общество отдельных его членов от каких-то вредностей. И кальняные и вейпы — это несомненный вред. И вот ваше гостя очень эрудировано, я просто потрясена его эрудицией, которые показывают, что, да, действительно, это все очень-очень вредно. — Вредно. Все. — Я тоже могу свои пять копеек добавить. — Я присутствовала на одной лекции по защите докторской диссертации, в которой, значит, женщина была диссертантом, соискатером этой степени докторской. Она изучила влияние эмпуляционного воздействия различных химических веществ, причем таких, которые встречаются не только на производство промышленное, а только в быту. — Потрясающе совершенно, она приняла факты, значит, исследования проводились не на животных, как это обычно бывает. — Ближе к теме, пожалуйста. — А на человеке, да, значит, объясняю. Очень большие повреждения лёгочной ткани, вплоть до сильных отёков. — Да все это знают, в общем-то. Я вот не понимаю одной проблемы. Все прекрасно знают, что сигареты — это плохо. Все знают, что пить нельзя — это плохо. Спирт — это плохо. Пиво — это плохо. При этом курят, пьют, вейпят, курят кальяны. То есть я не знаю ни одного человека, который бы сказал, да, вы что, неужели вредит? — Понимаете, курение, любое, и табакокурение, и вот этих смесей — это не столько физиологическая зависимость, сколько выработанная привычка. Это психологическая зависимость, подсознательная, и с ней тяжелее бороться, и её проще привить человеку, и с ней тяжелее бороться. Вот в чём здесь опасность ещё. — Потому что катиться вниз легче, чем подниматься наверх? — Не только, потому что это элементарная физиология человека. Когда он подсознательно привыкает к этому, ему трудно от этого отказаться. — Я понимаю вас. Ну что ж, давайте заведём голосование сейчас эфирное, и поставим его так. Минздрав предлагает запретить вейпы и кальяны в ресторанах и кафе, и вы поддерживаете это решение. Да, нужно запретить вейпы и кальяны. — 134-21-35. — В кафе, в общественных местах, в ресторанах? — 134-21-35. — 134-21-36. Нет, вы против. Вы считаете, что кальяны, вейпы нельзя запрещать в ресторанах, кафе и общественных местах. Тем более, что это может ударить по выручке тех самых кафе. — 134-21-36. В таком случае вы набираете, идёт голосование. Я напомню, что у нас голосование проходило уже, так скажем, в телеграм-канале «Радио говорит Москва». И я могу, думаю, уже подводить его итоги. В телеграм-канале у нас получилось так. 60% выступают за запрет вейпов и кальянов. Это в телеграм-канале. И 40% выступают против. То есть большинство выступает за запрет кальянов и вейпов в ресторанах, кафе и других общественных местах. Пока идёт голосование у нас в эфире, в принципе, можно его уже остановить. Опять же, здесь понятно. Похожие цифры, но в эфире всё-таки ещё больше людей высказываются за запрет кальянов и вейпов. 71% за запрет кальянов, вейпов в общественных местах, в ресторанах и в кафе. 29% высказываются против. У нас остаётся минута до конца эфира, поэтому давайте по 20 секунд. Эрнест, вы и Николай, пожалуйста. Я очень рад, что голосование показало к тому, что большинство наших граждан за понимание, за здоровый образ жизни и за понимание вреда вот этой всей гадости. Спасибо всем за поддержку. Давайте сделаем наш мир чище и здоровее. Николай. Я хотел бы поставить шахом ад, скажем тогда, по поводу того, что такое вейп, что такое не вейп. Вы достали что-то чёрное. Да. Смотрите, могу ли я называть бренд в эфире? Не могу. Я держу популярные достаточно средства для того, чтобы бросить курить. Если не ошибаюсь, его рекламируют по телевизору. И оно содержит никотин, глицерин, пропилен, гликоль. Это просто спрей. Но никотин там 12 миллиграмм. То есть, по сути, это обычная жидкость, которая заливается в вейп. Но это рекламируют по телевизору. То есть, ещё мы не всё знаем. Есть, что запретить. Есть, что запретить. И это правильно, кстати, будет. Смотрите, Эрнест. Спасибо, что вы в этом нападе. Думайте, может быть, к следующему эфиру ещё и это запретим. Значит, 18.00 в Москве. Сейчас новости. Спасибо огромное за участие в программе. Спасибо. Спасибо.